Это ключевой вопрос для будущего переговоров. До конца непонятно, какова позиция западных стран в вопросе предоставления гарантий безопасности, которые звучат ровно как гарантии для члена НАТО, но без членства в НАТО. Я полагаю, что это смелый гамбит украинских переговорщиков. И это понятно. Украина хочет сохранить суверенитет и хочет гарантий. Часто на переговорах стороны изначально запрашивают больше, чем реально могут добиться. Это часть переговорной стратегии. Необычной же ситуацию делает тот факт, что Украина ведет переговоры с Россией, но выдвигает пункты, которые касаются западных стран, которых нет за столом переговоров. И это создает риск, что Россия согласится на такие гарантии, а Запад не согласится. И это поставит Украину в странное положение. Я полагаю, что они делают ставку на то, что если Россия согласится, то и страны Запада тоже пойдут на предоставление гарантий в какой-то форме. Но маловероятно, что это будут гарантии на уровне предоставляемых членам НАТО. С одной стороны, сейчас Украине важно самостоятельно вести переговоры. Это важно для долгосрочной стабильности и независимости Украины. Я, честно говоря, думаю, что Запад боится оказаться втянутым в этот конфликт. Мне кажется, в западных странах полагают, что предоставление гарантий безопасности и защиты Украины равносильно вступлению в войну. А потому есть масса причин, почему этого не происходит. Я уверен, что Байден, как и страны Западной Европы, не хотят нового долгосрочного конфликта. Нет согласия в рядах стран НАТО. Но вместе с этим, если переговоры продолжатся, если мы увидим, что Россия готова ограничить свои требования и меняет цели, Запад может перейти к более жесткой агрессивной позиции, если будет уверен, что Россия не намерена продвигаться дальше. Так что, когда вы видите сдержанность Запада в вопросе гарантии безопасности Украины, надо понимать, что Запад больше озабочен не Украиной, а членами НАТО. Это объясняет, почему Запад против предоставления гарантии прекращения огня. Он боится, что его втягивание в конфликт приведет лишь к эскалации, а не поможет украинцам.